В администрации состоялась антитеррористическая комиссия. В ней приняли участие представители силовых ведомств, сотрудники администрации, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. Открыл заседание глава городского округа Андрей Булгаков. Он обратил внимание силовых структур и муниципальных чиновников на необходимость подготовки к грядущему посланию президента Федеральному собранию и майским праздникам. У нас три обращения. 21-го президента, потом губернатора. Потом будет наше местное здесь обращение, тиреотчеты. Это все тоже близко к майским праздникам, сразу после них. И эти же меры безопасности, это будет публичное большое мероприятие. Учесть. И самое главное, учесть мнение коллег из ФСБ, МВД и МЧС. На заседании рассматривалось состояние антитеррористической безопасности мероприятий, посвященных празднику весны и труда, православной Пасхи и 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Представитель межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Терентьев сообщил, что обеспечивать безопасность на мероприятиях будут более 200 сотрудников полиции. Количество жителей, которые будут участвовать в праздничных шествиях, составит около 25 тысяч. Прихождение колонн участников акции «Бессмертного парка» планируется в 9 местах. В Сечелкове, Лежоозер, Микровичкалске, Фряново, Монино, Загонянске. Время проведения акции в Щелково с 12 до 16. На храм общественного порядка здесь будет задействовать 120 сотрудников. На заседании был рассмотрен вопрос об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования. В соответствии с критериями учреждения были присвоены следующие категории опасностей. Три учреждения были присвоены. Первая категория опасности, 12 учреждений, вторая категория опасности. 70 объектов, третья категория, 15 объектов, четвертая категория опасности. В 2021 году с порта безопасности указаны объекты были согласованы. Алексей Драганов отметил, что в целом ряде учреждений установлены дополнительные домофоны и стационарные рамки, усилена система контроля и учета учащихся преподавателей и посетителей. На заседании также обсуждалось состояние антитеррористической защищенности мест проведения летней оздоровительной кампании. Все детские лагеря имеют ограждения, оборудованы системой видеонаблюдения, автоматизированными противопожарными системами с выводом информации на пульт охраны. Продолжение следует...